В США существует известный сервис по отлову пчел, уютно расположившихся в человеческих жилищах под названием The Bartlett Beavis Perrer, барлетт, повелитель пчел. Получая вызов, опытный специалист срочно выезжает к месту пчелиного произвола и ловит медоносных негодников. Но он не просто уничтожает их поселение, а переносит его в специальные ульи и отдает местным пчеловодам. А его последний вызов это что-то. Пост с фотоотчетом о проделанной работе барлета в стене дома одной американской семьи собрал 84 тысяч лайков и 115 тысяч репостов. И такому ажиотажу было откуда взяться. Но очередной случай удивил даже его. Очевидно, что борцы с вредителями, отнюдь не такие мастеровитые, как барлетт, с этим пчелиным поселением не справились. Время от времени я получаю вызов, который заставляет меня съеживаться. Иногда пчелы поднимаются высоко, а иногда прячутся в кирпичах. Я предпочитаю быть максимально аккуратным, удаляя медоносных пчел из зданий. Мне не нравится вынимать кирпичи. Вдруг все кирпичи рухнут, будут ли соты использоваться пчелами после того, как кирпичи будут изъяты. Насколько я боялся удалять их в этот раз, ровно настолько же окончательный вид ульи был поразительным. Владелец дома был более чем рад тому, что мы смогли переместить пчелы и хули из его стены. Пчелы попали в стену этого дома, через промежуток между кирпичами, а также через зазор между кирпичами и углом окна. Этот тепловой снимок показывает, какую обширную территорию заняли пчелы-оккупанты. Маленькое красное пятно это то самое место, через которое пчелы попадают внутрь. После обработки дымом, барлетт распылил Хани Бендит в специально сделанное отверстие. Все для того, чтобы пчелы не бегали по улью, когда настанет время сверлить стену перфоратором. По словам барлета, это один из самых больших кусков, состоящий из сот, которые он, опытный пчелогон, видел в своей жизни. В нижней части располагались 5 из 13 сот, где выращивались пчелиные матки. На левой стороне улья барлетт обнаружил большое количество мертвых пчел. Предположительно, именно здесь борцы с вредителями пытались убить всю колонию. Но воск предотвратил распространение пестицида. В средней вертикальной линии улья соты были расположены беспорядочно. Похоже на то, что те самые борцы разлили в этой части кислоту. И нет, это не ангел на моем плече. Это веселый рой пчел поет у моего уха. Пчелы были очень сильно настроены на противодействие праведным трудам специалиста. Пока барлетт расчищал стену, он поставил коробку, чтобы все части улья и его жители добрались до своего нового дома. Темное пятно на стене это след от тысяч маленьких лапок. Недаром все мамы мира приучают своих детей всегда вытирать ноги перед входом в дом, опять ты тут наследил. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.